Весной 1934 в центральную школу пришла учительствовать мисс Энн Тейлор. Было ей тогда 24 года, а Бобу Маркхэму – 14. Все умы занимала Энн Тейлор. Для этой учительницы дети несли в школу то цветы, то фрукты и без напоминания сворачивали после уроков зеленовато-розовые карты мира. Если она проходила по улицам, то казалось как раз в ту пору, когда дубы и вязы отбрасывали кружевную тень, отчего на лице у нее играли солнечные зайчики, а она шла не останавливаясь, и при встрече с нею каждый загадывал что-то свое. Была она как нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного молока к завтраку в душное летнее утро. Выпадали случалось редкостные дни, когда мир обретал равновесие, подобно кленовому листу, которому не дают упасть благодатные ветра. Такие деньки точь-в-точь были похожи на Энн Тейлор, и в календаре их следовало бы назвать ее именем. Что же до Боба Маркхэма, октябрьскими вечерами этот паренек слонялся в одиночку по городским улицам, а за ним гнался ворох листьев, не дать не взять мышиные полчища в духа в день. Весной движения его замедлялись, и весь он становился похож на белую молоть форели, что водится в терпких водах речки Фоксхилл. За лето белизна сменялась коричневым отблеском спелых каштанов. Частенько он, валяясь на траве, взахлеб читал книжки, даже не замечая муравьев, ползавших по страницам, а то еще играл сам с собой в шахматы на крыльце бабушкиного дома. Приятелей у него не было. Когда мисс Тейлор пришла вести свой первый урок, Боб учился в девятом классе. Никто из учеников не шелохнулся, пока она выводила на доске свое имя аккуратным округлым почерком. — Меня зовут Энн Тейлор, — негромко сказала она. — Я ваша новая учительница. Казалось, в классную комнату вдруг хлынул свет, словно чья-то рука сдвинула кровлю. Боб Маркхам держал на готове пульку из жеваной бумаги. Через полчаса он незаметно уронил пульку на пол. После уроков он принес в класс ведро воды, взял тряпку и стал протирать доски. — Что происходит? Обернувшись, она посмотрела в его сторону из-за учительского стола, за которым проверяла документы. — Доски грязноваты, — сказал Боб. — Да, верно. Ты сам решил этим заняться? — Наверное, полагается разрешение спрашивать, — смущенно выдавил он. — А мы сделаем вид, будто ты так и поступил, — улыбнулась она в ответ. И от этой улыбки он мигом справился с работой. Белые тряпки и губки так и летали у него в руках. И если бы кто-то заглянул с улицы в открытое окно, то подумал бы, что в классе кружатся хлопья снега. — А дай-ка вспомню, — сказала мисс Тейлор. — Ты ведь Боб Маркхэм, правильно? — Да, мэм. — Ну, спасибо тебе, Боб. — А давайте я каждый день буду доски мыть, — предложил он. — Тебе не кажется, что все должны дежурить по очереди? — Да мне не трудно, — сказал он, — после уроков. — Можно попробовать. — А там видно будет, — решила она. Он медлил. — Теперь беги домой, — велела она, помолчав. — До свидания. Нога за ногу, он поплелся к выходу. На следующее утро он уже маячил у пансиона, где поселилась мисс Тейлор, в то самое время, когда она выходила из дверей. — А вот и я, — сказал он. — Честно говоря, — ответила она, — меня это не удивляет. Они отправились в школу вместе. — Давайте я ваши книжки понесу, — предложил он. — О, спасибо тебе, Боб. — Не за что, — откликнулся он, принимая у нее книги. Вот уже несколько минут они шли бок о бок, но он не проронил ни слова. При взгляде на него, искоса и немного сверху, она заметила, что он не только не смущен, но сияет от счастья, и решила дать ему возможность заговорить первым. Однако это ни к чему не привело. На подходе к школе он вернул ей книги. — Наверное, дальше надо идти поодиночке, — сказал он. — Ребята не так поймут. — Да я и сама не вполне понимаю, Боб. — Ну как? — У нас дружба, — со значением произнес он. — Боб, — начала она, — дамам. — Ладно, неважно. — И она зашагала вперед. — Я со звонком приду, — сказал Боб. — Конечно же он пришел со звонком. И каждый день на протяжении двух недель оставался после уроков. Не говоря ни слова, тщательно мыл доски, полоскал тряпки и снимал со стены карты. А она тем временем проверяла тетради. До четырех часов между ними висела тишина. В этой тишине солнце клонилось к закату. По кошачьи сновали тряпки, шуршали тетрадные страницы, поскрипывало перо, а в высокое оконное стекло с натужным жужжанием билась сердитая муха. Иногда молчание затягивалось часов до пяти, покуда мисс Тейлор не замечала, что Боб Маркхам устроился за последней партой и не сводит с нее глаз. — Ну, пора домой, — по обыкновению говорила мисс Тейлор, поднимаясь со стула. — Да, мэм. И он бросался доставать из шкафа ее пальто и шляпу. Потом брал у нее ключ и сам запирал дверь, если к тому времени еще не появлялся школьный сторож. А дальше они спускались с крыльца и пересекали опустевший школьный двор. О чем только не заходил у них разговор. — Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Боб? — Писателем, — отвечал он. — Да, планы у тебя серьезные. Только это тяжелый труд. — Знаю, но хотя бы попробовать, — сказал он. — Я ведь много читаю. — Боб, неужели у тебя нет никаких дел после уроков? Я хочу сказать, это не порядок, что из-за бессмысленного дежурства ты проводишь столько времени в четырех стенах. — Мне нравится, — объяснил он. — Я вообще занимаюсь только тем, что мне нравится. И все-таки... — Нет, я уже так решил, — упорствовал Боб. Немного подумав, он выговорил. — Мисс Тейлор, можно вас кое о чем попросить? — Смотря о чем. — Каждое воскресенье я выхожу на Бьютрик-стрит, иду вдоль ручья и дохожу до озера Мичиган. Там раки водятся, бабочки летают, птицы поют. — Если вы не против, пойдемте вместе, а? — Спасибо за приглашение, — сказала она. — Значит, договорились? — Нет, у меня, к сожалению, дела. Он уже открыл рот, чтобы спросить, какие у нее дела после уроков, но осекся. — Я бутерброды с собой беру, — продолжал он, — с речиной и с оленьями, и апельсиновую шипучку. Прихожу на озеро часам к двенадцати, ухожу около трех. — Здорово было бы вместе пойти. Вы собираете бабочек? — У меня, например, большая коллекция, и для вас наловим. — Спасибо тебе, Боб, но нет, не получится. Может быть, в другой раз. Он поднял на нее глаза. — Напрасно я об этом заговорил. — Да. — У тебя есть полное право говорить о чем угодно, — ответила она. — Через несколько дней она нашла у себя потрепанную книгу «Большие надежды» и за ненадобностью отдала Бобу. В ту ночь он не сомкнул глаз и прочел роман от корки до корки, а наутро поделился впечатлениями. Теперь он изо дня в день поджидал мисс Тейлор за углом от пансиона, и она не раз начинала «Боб», намереваясь сказать, чтобы он больше не приходил, но так и не собиралась духом. В пятницу утром на учительском столе сидела бабочка. Мисс Тейлор уже собралась махнуть рукой, чтобы ее согнать, но вовремя заметила, что тонкие крылышки даже не дрогнули. Тогда она сообразила, что пойманную бабочку принесли в класс до звонка. Поверх голов она отыскала взглядом Боба, но тот уставился в книгу, не читал, а просто опустил глаза. Именно тогда до нее дошло, что отныне ей будет затруднительно вызывать Боба отвечать домашнее задание. Карандаш то и дело останавливался на его имени, но в итоге она вызывала тех учеников, чьи фамилии значились в классном журнале до или после фамилии Маркхэм. Когда они вместе шли в школу или обратно, она не поднимала глаз, но после уроков, когда Боб тянулся вверх, чтобы стереть с доски примеры и задачи, она нередко ловила себя на том, что исподваль наблюдает за его движениями. А однажды в воскресенье он стоял посреди речушки в закатанных до колен штамнах и вдруг, подняв голову, заметил, что у самой кромки воды появилась мисс Тейлор. — А вот и я! — сказала она, смеясь. — Честно говоря, — отозвался он, — меня это не удивляет. — Покажи-ка мне раков и бабочек, — попросила она. Они дошли до озера и сели на песок, обдуваемые теплым ветром. Когда настало время подкрепиться бутербродами с ветчиной и соленьями, а также апельсиновым ситро, Боб чинно уселся немного позади. — Эх, прямо не верится, — вырвалось у него. — Самое счастливое время в моей жизни. — Кто бы мог подумать, что я отправлюсь на такой пикник, — сказала она. — Да еще с таким сопляком, — добавил он. — Мне здесь хорошо, — призналась она. — Приятно слышать. До вечера они почти не разговаривали. — Неправильно это, — сказал он позднее. — А почему? — Не могу понять. Мы же просто гуляем, ловим этих дурацких бабочек и раков, едим бутерброды. Но мать с отцом точно меня прибьют, если узнают. Да и в школе по башке дадут. А вас, наверное, учителя засмеют, да? — К сожалению, это так. Тогда завязывать надо с этими бабочками. — Пф, я вообще не понимаю, как здесь оказалось, — пробормотала она. На этом и закончился тот день. Вот и все, что вместила в себя история Энн Тейлор и Боба Маркхэма. Две-три бабочки Данаиды, книга Диккенса, десяток раков, четыре бутерброда и две бутылки апельсинового ситро. В понедельник Боб долго стоял за углом, но так и не дождался, чтобы мисс Тейлор появилась в дверях и направилась в школу. Лишь примчавшись к первому звонку, он сообразил, что она вышла раньше обычного и намного его опередила. После занятий она снова исчезла. На последнем уроке ее подменяла другая учительница. Пройдясь мимо пансиона, где жила мисс Тейлор, он так ее и не увидел, а позвонить в дверь не решился. Во вторник после уроков они снова оказались в безмолвной классной комнате. Он размеренно тер доску губкой, как будто время остановилось и спешить больше некуда, а она проверяла тетради, и ей тоже казалось, что можно до скончания века сидеть за столом, утопая в непостижимом покое и счастье. И вдруг пробили часы на здании суда. Часовая башня находилась в квартале от школы, но от бронзового гула курантов содрогалось все тело, точно старея с каждым ударом. Этот бой пробирал до костей, напоминая о сокрушительной силе времени. С пятым ударом она подняла голову и долго смотрела в окно на городские часы. Потом отложила ручку. — Боб! — окликнула мисс Тейлор. Вздрогнув, он обернулся. За все это время они не перемолвились ни словом. — Подойди, пожалуйста, — попросила она. Он медленно положил губку. — Иду, — ответил он. — Присядь, Боб. — Да, мам. Несколько мгновений она пристально смотрела на него и, наконец, он отвел глаза. — Ответь мне, Боб, ты понимаешь, о чем я собираюсь поговорить? — Догадываешься? — Да. — Тогда сам скажи. — А нас? — произнес он, помолчав. — Сколько тебе лет, Боб? — Пятнадцать. — Будет. — На самом деле тебе четырнадцать. — Он неловко поерзал. — Да, мэм. — А знаешь ли ты, сколько мне? — Да, мэм. — Слышал. — Двадцать четыре. — Двадцать четыре. — Через десять лет мне тоже будет двадцать четыре, — сказал он. — Но, к сожалению, сейчас тебе еще нет двадцати четырех. — А иногда кажется, что есть. — Понимаю. — Иногда ты и ведешь себя, как мой ровесник. — Честно. — Ну-ка, сиди смирно. — Это серьезный разговор. — Нам необходимо самим разобраться в том, что происходит. — Ты согласен? — Вообще-то да. — Для начала давай признаем — мы самые лучшие, самые близкие друзья на свете. Давай признаем — у меня никогда не было такого ученика, как ты, и ни к одному молодому человеку я не испытывала такой нежности. — И позволь, я скажу за тебя. Ты считаешь меня лучшей учительницей из всех, которые у тебя были. — Если бы только это, — сказал он. — Возможно, ты чувствуешь нечто большее, но приходится учитывать самые разные обстоятельства, весь уклад нашей жизни, считаться с горожанами, с соседями и, конечно, друг с другом. Я размышляю об этом уже много дней, Боб. Не думай, что я не способна разобраться в собственных чувствах. По некоторым причинам наша дружба действительно выглядит очень странно. — Но ведь ты незаурядный юноша. — Себя, как мне кажется, я тоже хорошо знаю и могу сказать, что не страдаю физическими или умственными расстройствами. Я искренне ценю тебя как личность. — Но в нашем мире, Боб, о личности принято говорить только тогда, когда человек достиг определенного возраста. Я не знаю, понятно ли я выражаюсь. — Чего ж тут непонятного? — проговорил он. — Был бы я на десять лет старше и на пятнадцать дюймов выше, и разговор был бы другой. — Глупо судить о человеке по его росту. — Согласна. — Это кажется глупостью, — продолжила она. — Ведь ты ощущаешь себя взрослым, знаешь, что не делал ничего плохого и стыдиться тебе нечего. — Тебе нечего стыдиться, Боб, так и знай, ты держался честно и достойно. — Надеюсь, и я вела себя так же. — Это уж точно подтвердил он. Возможно, придет время, когда люди научатся распознавать зрелость характера и будут говорить, вот это настоящий мужчина, хотя ему всего четырнадцать лет. По воле случая и судьбы он стал зрелым человеком, который трезво оценивает себя, знает, что такое ответственность и чувство долга. Но пока это время не пришло, мерилом будет служить возраст и рост. — Несправедливо, — сказал он. — Допустим, и мне это не по душе. Но ты же не хочешь, чтобы тебе в конце концов стало еще тяжелее. Ты же не хочешь, чтобы мы оба были несчастны. А ведь именно это нас и ждет. Мы ничего не можем изменить, у нас нет выбора. Даже этот разговор о нас самих, и тот звучит нелепо. — Да, мэм. — Но, по крайней мере, мы выяснили все, что касается нас двоих. Мы знаем, что не сделали ничего дурного, что совесть у нас чиста, и в наших отношениях нет ничего постыдного. Однако мы оба понимаем и то, что продолжение невозможно. — Так ведь? — Может, и так. Только я ничего не могу с собой поделать. Нужно решить, как нам быть дальше. Сейчас об этом знаем только ты и я. Не исключено, что вскоре это будет знать каждый встречный поперечный. Я могла бы сменить работу. — Нет. — Даже не думайте. Или устроить так, чтобы тебя перевели в другую школу. — Можете не трудиться. — Бросил он. — Почему же? — Наша семья переезжает в Мэдисон. — Через неделю меня уже здесь не будет. — Это ведь никак не связано с темой нашего разговора. — Нет, нет, что вы. Отцу предложили хорошее место, вот и все. В пятидесяти милях отсюда. — Мы ведь сможем видеться, когда я буду приезжать в город. — Ты думаешь, это разумно? — Наверное, нет. Какое-то время они сидели молча. — Почему же так вышло? — беспомощно спросил он. — Не знаю, — ответила она. — Никто не знает. Тысячу лет люди не могут найти ответа на этот вопрос. И, как мне кажется, никогда не найдут. Нас либо тянет друг к другу, либо нет. И случается, что между двумя людьми возникает чувство, которое приходится скрывать. Я не могу объяснить, что меня подтолкнуло. А ты тем более. — Пойду я домой, — проговорил он. — Ты на меня не сердишься? — Конечно, нет. Как я могу на вас сердиться? — И еще одно. Я хочу, чтобы ты помнил. В жизни нам за все воздается. Так было во все времена. Иначе род человеческий не смог бы выжить. Сейчас тебе тяжело, так же, как и мне. Но потом произойдет событие, которое залечит все раны. Ты мне веришь? И рад бы поверить. Это чистая правда. Вот если бы начал он... О чем ты? А если бы только вы могли меня подождать, — выпалил он. — Подождать десять лет? Мне тогда исполнится двадцать четыре. А мне тридцать четыре. И, возможно, я стану совсем другим человеком. — Нет. Думаю, это невозможно. — Разве вам бы этого не хотелось? — воскликнул он. — Да, — ответила она тихо. — Это нелепость и бессмыслица. Но мне бы этого очень хотелось. Долгое время он сидел молча. — И я вас никогда не забуду, — сказал он. — Спасибо тебе за эти слова. Но так не бывает. Жизнь устроена иначе. — Ты забудешь? — Нет. Не забуду. Я что-нибудь придумаю. Но никогда вас не забуду, — повторил он. Она встала и пошла вытирать доску. — Я помогу, — вызвался он. — Нет-нет, — поспешно возразила она. — Иди домой. А дежурить больше не оставайся. Я поручу это Хелен Стивенс. Боб вышел из класса. Оглянувшись с порога, он в последний раз увидел Энн Тейлор. Она стояла у доски и медленными, плавными движениями вверх-вниз, вверх-вниз, стирала меловые разводы. Через неделю он уехал из города на долгих шестнадцать лет. Живя всего в пятидесяти милях, вернулся он уже тридцатилетним женатым человеком. Как-то по весне проездом в Чикаго они с женой сделали остановку в городке Гринблав. Боб надумал пройтись в одиночку и, в конце концов, решился навести справки о мисс Энн Тейлор. Сначала никто даже ее не вспомнил, а потом кого-то из горожан осенило. «Ах, да!» «Была такая учительница!» «Само очарование!» «Умерла!» «Вскоре после твоего отъезда!» «Замуж-то она не вышла?» «Да нет!» «Как-то не сложилось!» Во второй половине дня, побродив по кладбищу, он отыскал могильный камень с высеченной надписью. Энн Тейлор, 1910-1936. «Двадцать шесть лет», — подумал он. «А ведь я теперь на четыре года старше вас, мисс Тейлор». Ближе к вечеру горожане увидели, что встречать Боба Маркхэма вышла его жена. И все головы поворачивались ей вслед, потому что на лице у нее играли солнечные зайчики. Была она, как нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного молока к завтраку в душное летнее утро. А день выдался такой, когда мир обрел равновесие, подобно кленовому листу, которому не дают упасть благодатные ветра. Один из тех редкостных дней, которые, по общему мнению, следовало бы назвать в честь жены Боба Маркхэма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok